Вышел в магазин за хлебом и неожиданно для себя получил возможность принять участие в важном голосовании. Все объяснимо. 688 участок сегодня работает прямо на свежем воздухе, что называется, у дома. Здесь и члены комиссии в специальном защитном обмундировании, и импровизированная кабина. Разве что вместо урны аккуратные ящики и никаких очередей. Мы подумали, что тут не голосуют. Думали, что что-то такое. Да. А тут никуда ходить не надо, близко, очень удобно. А думали, что праздник? Ну да, думали, дети тут танцуются. Ну и все понравилось. Быстро проголосовали, никуда ходить не надо. Среди голосующих и правда немало тамбовчан с детьми. Уютную семейную атмосферу во дворе создают таланты казачьей школы имени Воронцова-Дашкова. Вот уж действительно, чем не праздник. Почек с березки упал на плечо, вот как я оторвался от берега. Выбор – это все равно праздник. Праздник для того, чтобы действительно он остался запоминающим, что это действительно их выбор. Выбор дальнейшего, важнейшего закона Конституции нашего государства. С каждой минутой голосующих на участке все больше. Члены УИК уже даже подсчитали, что в час через них проходит около ста человек. И такая активность здесь не может не радовать. У нас участок большой, 2776 человек. Много достаточно улиц, много многоэтажных домов. Но тем не менее, первый день уже активный рост. Сейчас второй день мы на придворовой территории голосуем. И мы видим ту же самую картинку, даже чуть больше. Вплоть до 30 июня в областном центре будет работать около 90 таких выездных участков. Проголосовать прямо возле своего дома можно с 10 до 14 часов. Сделано это прежде всего ради вашего удобства и безопасности. По задумке ЦИКа, голосование в таком формате разгрузит участки и позволит избежать большого скопления людей. В пандемию это особенно актуально. К слову, как и все остальные, такие участки на открытом воздухе полностью обеспечены средствами защиты. На месте вам всегда готовы предложить маску, перчатки и даже подарить авторучку. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Область новостей.